привет и добро пожаловать на мое первое видео для тех кто меня не знает и не подписан еще на мои соцсети меня зовут маша и я дизайнер одежды и да меня зовут именно маша не мария это для меня очень важно потому что в паспорте написано у меня именно машет мое официальное имя я живу в москве с конца 2014 года до этого всю жизнь прожила в париже в париже я училась в школе моды потом создала свой бренд одежды выпустила две коллекции и переехала в москву а в школу я пришла за юбочкой еще одна такая кстати осталась это вот я дам уже лен вискоза тут моё творчество прописано моими корнями и поисками себя я копаю 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 я изучаю свою родословную и изучая изучая традиционный русский костюм получилось случайно и из этих всех изучений делаю новую одежду работы маши андрияновой девушка которая глубоко погружена русскую традицию следует костюм и здесь неподалеку можете видеть эскизы на основании которых она создает свои замечательные работы причем это именно не музейный экспонат это та одежда которая призвана чтобы его носили это тоже очень важно что дизайн сегодня все больше входит в нашу жизнь в смысле что дизайнерские предметы в отличие от чисто художественных предназначенных не для музея а для жизни как и было испокон веков вещь делается не только для того чтобы быть красивой но и быть полезным и вот это вот совмещение человек был уверен что окружающая жизнь должна быть красивой по возможности поэтому эта история именно про то что человеке все должно быть прекрасным прошла я уже давно хотела начать снимать видео но от идеи до реализации у меня всегда уходит какое-то время надо пожить походить с этой идеи ну а потом надо просто взять и сделать не идеально а просто начать это важно важно делать а не думать но начать бывает очень страшно и тут секрет не думать а делать время пришло действовать есть свое время на подумать есть время на делать а потом проходит время приходит время на знание и опыт такой аналогизм не прошлое замысел этой выставки начался с ряда разговоров я разговаривал самыми разными людьми из музейных институций просто друзья которые увлекаются историей культурой искусством я задавал несколько вопросов первый вопрос был как вы относитесь к культуре представьте что я этот вопрос сейчас задаю вам культуре традиции к наследию вопрос следующий второй как именно культурное наследие определяет вашу практическую жизнь то есть вот что именно в вашей жизни слава говоря как вы можете посуду как вы выглядите что вы предпочитаете определено традиции и вот обычно после этого вопроса люди замирали задумывались сначала в растерянности а потом в глазах у каждого через несколько секунд иногда минуту зажигался свет игре да такое есть другими словами это традиция переживается не как некоторое что-то уже бывшее что нужно сохранить некоторые их содержание их самих это всегда было что-то очень яркое это всегда очень сильный очень видите такое математическое изъяснение очень положительный опыт я именно так начинала свой бренд одежды не умела особо не шить не строить лекала школе нас учили проявлять через творчество свою индивидуальность акцент был именно это когда я начинала свой бренд одежды мне повезло тогда не было инстаграма где все быстро и идеально завершенный финальный такой красивый результат я натура очень ранимая впечатлительная поэтому всегда хочется сделать красиво и чтобы другим понравилось но раньше я была сама с собой и своим миром наедине и не надо было отдавать отчет каждый день делаю stories и посты мне повезло я просто хотела делала анализировала и опять делала так я научилась и шить и лекала делать как я тут давно не было и вот я начинаю новую площадку изучать и делать видео страшно тут мне не очень везет потому что видео многое я всегда каждый день смотрю видео хочется красиво и правильно один рук мне сказал даже что после просмотра моего первого видео обязательно расскажет мне что не так где плохо ха спасибо друг и привет тебе но не надо пожалуйста ха-ха-ха Субтитры создавал DimaTorzok Я никогда не делаю ничего, чтобы было идеально Я просто делаю то, что мне хочется Но у меня всегда есть цель Цель этого моего начинания нового Этих видео какая? Все просто Я хочу вас вдохновлять Я хочу вам показать мой внешний и внутренний мир Мои работы, мои проекты Я хочу вам рассказать, чем я живу И о чем я думаю У меня просто есть ощущение, что мне так много есть, чем сказать И я хочу этим с вами поделиться Я буду публиковать новые видео каждый понедельник Визуальный дневник и мои мысли В первом этом видео я голосом записываю Со следующего видео я очень сильно хочу выйти уже в кадр сама И одеться красиво И уже лицом с вами пообщаться Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить И поддержите меня, пожалуйста, лайком Может быть небольшим комментарием А может быть даже вопросом В комментариях И спасибо вам, мои дорогие И до следующей недели Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok